Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале прогулки по Харькову. Сегодня мы гуляем не по Харькову, а по Харьковской деревне. Я приехала в то село, где родился мой папа, где живут мои родственники и где я проводила летние каникулы, когда была ребенком. Мы идем сегодня гулять дальше. Я хочу вам показать дом моей бабушки, моей прабабушки и немножко само село. Если интересно, идемте со мной вместе. Ну что, я нахожусь в селе Богатая Чернечина. Это уже не первое видео об этом селе. И сегодня хочу вам немножко показать мою малую родину, скажем так. Вот это центр. Раньше здесь был сельсовет, сейчас, наверное, тоже. Но слева магазин. Мы потом попозже зайдем, посмотрим, что в магазине. Дальше есть кафе, насколько я знаю. Вот там, где флаг украинский висит, наверное, сельсовет остался. Парк. В парке памятник погибшим воинам. Годы Второй мировой войны. Вот. Тоже зайдем, посмотрим. Дальше вот такое село, 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 село. Собачка бегает в центр. Вот там магазин старый тоже. Я помню его с детства. Бабушка его называла лавкою. Пидо-пидо-модо-лавка там продавались товары, хостовары продавались. Ну, а это местный клуб. Собачка бегает. Заходим сюда во двор. Раньше молодежь здесь танцевала. Собирались по вечерам, были танцы. Тут тюльпаны растут. Красиво, как все уже зацвело. Какая красота. Вау. Сейчас немножко увеличу, посмотрим, полюбуемся этой красотой. Дальше детская площадка. Пока здесь нет никого, потому что еще конец апреля. И сегодня шел дождь. Вот деток пока здесь нет. Ну, а это справа здание этого сельского клуба. Сюда ходил мой папа. 1956 год постройки. Клуб до сих пор действующий, скажу вам так. Ну, а я сейчас выхожу из этого маленького парка и иду по знакомой мне с рождения дороги к дому, где жила моя бабушка, где я выросла фактически летом. Потому что каждый год летом нас сюда привозили на каникулы родители. И я, конечно, это место очень-очень хорошо знаю. Я хочу пройти вдоль сельской рады. Тут тоже небольшой парк. И мы можем прямо выйти к памятнику погибшим воинам. Вот там есть такая доска большая, мемориальная написана, кто из жителей этого села погиб, их фамилии, фамилии знакомые. И вот я их слышала с детства. И посмотрим, как у нас берегут памятники погибшим воинам. Погода отличная. Немножко покапал дождь. Вот он уже прекратился. Сейчас тепло. Вот воркуют голуби вовсю. И вот сейчас мы идем по этому парку. Трава зеленая. Очень приятно все так. И все знакомое с детства. И доходим до этого памятника. Я хочу сказать, что такие памятники погибшим воинам есть в каждом селе. Никто их не разрушил. Никто их не сносил. Это память о наших воинах, украинских воинах, погибших в годы Второй мировой войны. Вот такая здесь тоже стела или как это памятник погибший солдат. 1941-1945 год. Вечная память героям. На 9 мая здесь проходит всегда праздник. Праздники, мероприятия. Выступают дети, собираются жители села. А давайте-ка почитаем. Здесь захоронены 4 неизвестных воина Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны. Вот такой здесь камень. Сейчас немножко увеличу, чтобы вы могли на него посмотреть. Вот он есть. Да, вот так вот. Вот, поэтому все все помнят. А дальше стена. И на стене фамилии однофельчан. Вот память погибших героев. Так, Бондаренко, Боря, Вилошенко. Много однофамильцев, потому что люди уходили из одной семьи. Он Васько, Васько, Васько. Важницкий, Важницкий. Важницкий это фамилия была моей прабабушки. Вот, дальше Кобыць, Кобыць, Кобыць. Крывенко, Крывенко, Крывенко. Вот фамилии разные. Данилов, Дубина, Мовчан, Мышенко. Вот, как много погибло жителей этого села в годы Второй мировой войны. Соколовский, Тымченко, Тымченко, Тараниченко, Тараниченко и другие фамилии. Вот, так что вот память об этих людях здесь хранится. Ну, а мы идем вперед, потому что бабушка моя жила вон за тем двором. Петухи орут вовсю, собаки гавкают. Очень родная атмосфера. Вот я вам покажу слева сейчас территорию. Здесь пустырь, какой-то сарай небольшой с погребом. Дальше посадка, фруктовые деревья. Дальше какой-то огород. Вот здесь сто лет назад была церковь, которую взорвали. И даже мой прадедушка участвовал в сносе колоколов. Потом на этом месте построили школу. Вот, школа, в которую ходил мой папа. Это было такое старое здание, игра послевоенная еще. Потом, спустя время, построили новую школу. А в старой школе был садик. Но сейчас тут нет уже абсолютно ничего, пустое место. Была еще детская площадка, были карусели. Когда была ребенка, мы с подружкой ходили на них кататься. Мы просто гуляли. А вот на углу, вот там немножко видно сад остался. Вот там жила какая-то бабушка. В маленькой-маленькой хатке. И когда вечером шли коровы после пастбища, то мы с бабушкой выходили коров встречать. И возле этой бабушки сидели на лавочке, разговаривали. Вот. И так ждали своих коров. Вот я это место хорошо помню. Так что вот там прямо дорога. И это будет дорога к дому моей бабушки. В этой части села дома более добротные, более крепкие. Вот здесь люди живут. Дома тут не брошенные. Вот как в другом конце села. Вот поэтому все довольно ухоженное и жилое. Ну что, мы поворачиваем сейчас направо. Здесь дорога по центру села более такая крепкая, что ли. Она асфальтированная. А направо пошла обычная грунтовая дорога. И мы сюда ездили на машине с папой, с мамой. Вот. И если шел дождь, то, конечно, было очень тяжело отсюда выехать. Вот как сегодня погода пасмурная, мокрая, грязная. Вот по такой дороге было бы очень трудно выехать. Так. Вижу уже дом бабушки. Вот здесь справа жила медсестра. Ее все знали, потому что она была хорошей медсестрой. И мама говорила, что когда мы были с сестрой маленькими, она нас тоже летила. Но я не знаю, тут живут или нет. Похоже, как будто бы дом брошенный. Потому что нет забора и как-то не ухожено. Хотя вот тюльпаны вот уже скоро будут свести. Скорее всего, это место брошенное. Вот видно, что двор тоже не ухоженный. Да, жалко очень. Так, идемте дальше. Я раньше знала всех соседей. Нас и молоком угощали. Потому что бабушки были внуки. Вот раньше была корова, потом корову продали. Бабушка корову уже не держала. А соседи всегда угощали нас молоком. Вот это белое здание, белый домик. Это и есть домик моей бабушки. Я здесь проводила летние каникулы. Так, идемте вперед. Потому что для меня это все очень дорого и трепетно. Огород. Медсестра всегда сажала вдоль огорода по периметру кукурузу. Как бы прикрываю свой огород. Забор такой ограды, да? Так, вот здесь слева дома. Здесь жили преподаватели, школьные преподаватели. Они давным-давно уже умерли, конечно. Их там нет. Полно тюльпанов. А вот там, где бабушка моя жила, до сих пор есть абрикоса слева возле дома. Я ее помню хорошо. Она была еще маленькая. Это абрикоса. Были очень вкусные абрикосы. Она была ранняя. И вокруг дома, вместо забора была акация. Высокая-высокая акация. Бабушка иногда ее прорежала, скажем так. Из того, что было раньше, у бабушки только дом и остался. Дом глиняный. Деревянно-глиняный. И его потом обложили кирпичом, что ли, какой-то плиткой. Вот тут сейчас живет женщина с детками. Вот, ну, собственно говоря, вот и все, что могу сказать. Здесь рядышком дома, вот видите, ухоженные. Потому что люди тут живут. Дом не брошенный. Даже какой-то трактор во дворе стоит. Вот, палисадник тоже ухоженный. Мотоцикл во дворе. Виноградник, наверное. Дальше масса тюльпанов. Нарциссы уже цветут. Ну, а я иду к себе домой. Но, опять же, домой и не домой, конечно. Меня сюда не пустят. Вот, поэтому просто походим вокруг двора. И посмотрим, что там сейчас.